Это список литературы, на котором основана моя презентация. Здесь присутствуют работы других авторов, также проекты, в которых я участвовал. Начнем. Операция self-attention имеет следующий вид. Допустим, у нас есть последовательность длины L большое, тогда self-attention — это операция, которая принимает на вход три матрицы queries, keys and values, запросы, ключи и значения, Q, K и V, матрицы размера L на D. L — это длина последовательности, D — это длина векторов. То есть все три матрицы, у них в строках записаны вектора запросов, ключей и значений. И D — это длина этих векторов. Тогда операция self-attention — это запрос в дифференцируемый словарь. То есть это операция, которая на выход возвращает тоже матрицу размера L на D, где каждая строка соответствует запросу, который поступает на вход в соответствующем месте, тоже в матрице Q. И для этого запроса мы используем этот вектор, чтобы делать запрос в дифференцируемый словарь. И это производится следующим образом. Мы берем скалярное произведение всех ключей в словаре с этим запросом, затем мы делим это на корень из D, это просто нужно для стабильности на практике. Затем мы берем экспоненту от всех скалярных произведений, и затем мы это нормализуем, чтобы суммировалось в единицу. И потом мы эти веса используем, чтобы взять взвешенную сумму всех values, всех значений в словаре. Есть два типа self-attention, это unidirectional self-attention, как бы однонаправленный self-attention, и bidirectional self-attention, это двухсторонний self-attention. И они отличаются тем, что unidirectional self-attention, это когда мы берем ключи, точнее, то есть мы берем значения и ключи только на префиксе последовательности до данного элемента, в котором мы стоим, до данного запроса. А bidirectional self-attention, это когда мы берем ключи и значения по всей последовательности. Также можете меня перебивать, если что-то непонятно. Вот. Не знаю, если это возможно, там, может, в чате как-то. Вот. Далее. Ну, вот это просто матричная иллюстрация операции self-attention. То есть, что мы делаем, это берем матрицу Q и K, берем их матричное произведение, получаем матрицу размера LNL. Затем мы берем экспоненту, ну, то есть экспоненту не матричную, экспоненту, а просто в каждом элементе матрицы берем экспоненту. Далее мы это нормализуем по строкам и умножаем на матрицу V. Это будет bidirectional self-attention. Чтобы получить unit directional self-attention, мы опять же берем произведение Q и K transpose, затем мы берем экспоненту поэлементно, затем мы применяем к получившейся матрице размера LNL операцию trill. Trill – это когда мы просто зануляем все элементы выше главной диагонали. После этого мы снова нормализуем, получаем матрицу, в которой не нулевые элементы, только могут быть на диагонали или ниже. И снова умножаем на V. Далее определение трансформера. Еще могу прокомментировать то, в чем различие bidirectional и unidirectional self-attention. Unidirectional self-attention обычно используется для авторагрессивного моделирования последовательности, то есть когда мы моделируем, мы вводим некоторую вероятность на распределение на каждый элемент последовательности при заданном префиксе последовательности до этого элемента. И таким образом авторагрессивное моделирование, когда мы генерируем строку, как бы итерируемся по каждому элементу и генерируем каждый элемент при условии данных элементов до него. Далее слой трансформера имеет следующий вид, выражение 3-6. Слой трансформера, он состоит из двух частей. Первая часть это multi-head self-attention и вторая часть это fit-forward network. Multi-head self-attention, то есть мы здесь записываем так, что мы из x с чертой получаем x в результате применения слоя. Сначала в первой части мы берем multi-head self-attention от x с чертой. Это когда мы просто применяем несколько операций self-attention, в которых мы в качестве Q, K и V берем просто линейные проекции x с чертой. То есть мы линейные проекции при этом мы считаем, как просто берем каждую строку x с чертой и применяем линейную проекцию. Вот таким образом мы берем разные веса этих линейных проекций, получаем разные матрицы Q, K и V и далее еще в multi-head self-attention мы применяем операцию self-attention несколько раз и каждый раз мы берем разные веса, которые обучаются. Вот. Затем мы все это конкортинируем, применяем layer нормализацию и добавляем skip connection. Во второй части мы берем полученное представление age, это выражение 4, к нему применяем fit forward network, это на самом деле просто применение перцептрона с одним скрытым слоем и gel-ю функцией активации. Вот. В общем, мы применяем такой перцептрон в каждой строке, затем мы делаем layer normalization и опять skip connection добавляем. Такой вид имеет слой трансформера, а сам трансформер – это просто композиция ну, нескольких таких слоев с разными параметрами. Вот. Но тут также существуют разные виды топологии трансформеров. Первая топология, например, это декодер-онная топология, то есть это трансформер, в котором, вот описанный мной только что трансформер, в котором в качестве self-attention мы используем unidirectional self-attention. Вот. И такой трансформер используется как раз, как я уже сказал, для задач авторегрессивного моделирования, например, language modeling, потому что нам нужно использовать unidirectional self-attention, чтобы output в каждой позиции последовательности зависел только от inputов на префиксе до данной позиции. И output он будет задавать вероятность на распределение на выход, на следующий токен последовательности. Далее есть еще encoder-decoder, это когда вот у нас есть input, он поступает сначала в encoder, encoder это тоже как бы несколько слоев трансформера, в которых мы используем bidirectional self-attention. Затем есть еще вторая часть, это декодер, который опять же последовательность слоев трансформера, в котором, ну, который на самом деле чуть другой, там уже есть три компоненты. Сначала идет unidirectional self-attention, затем cross-attention. Cross-attention отличается от self-attention тем, что получается ключи, да, то есть ключи поступают из декодера, точнее нет, запросы поступают из декодера, а ключи и значения kv поступают из декодера. Вот, есть тоже нескольких таких слоев в декодере, и таким образом, с помощью такой топологии мы можем моделировать, опять же, авторагрессивное распределение на выходе при условии заданного входа, инпута. И такая топология используется в задачах sequence-to-sequence, например, машинный перевод, когда у нас есть заданная строка на одном языке, и нам нужно ее перевести в строку на другом языке. Далее, последний тип, это encoder only. Это похоже на декодер only с тем отличием, что используется bi-directional self-attention. И на практике такое используется, например, для задач классификации, текста, или любого другого входа, какой мы домой используем. Ну, в общем, мы берем текст, прогоняем его через такой трансформер, и на выходе получаем класс, который нам нужно было предсказать. Вот. Да, также encoder only в архитектуре используется в BERT. BERT – такой алгоритм при тренинг трансформера на большом корпусе текстов, когда мы на вход, когда на вход поступают строки, в котором случайно некоторые элементы последовательности заменены на такой специальный mask-токен, и на выходе нам нужно предсказать, восстановить, что там было на самом деле вместо этого mask-токен настоящий токен. Вот. Да, и трансформеры важно изучать, потому что они дают state-of-the-art качество на многих задачах в разных доменах, на разных данных, например, в NLP, в анализе естественных языков, трансформеры лучше всего работают для large-scale language modeling, например, известный GPT-3. Также они лучше всего работают в machine translation, машинный перевод, question answering, и general language understanding, и на самом деле так далее, там много всего. Вот. Также трансформеры применяются в компьютерном зрении и на самом деле применяются все больше и больше. Например, они хорошо, трансформеры на самом деле сейчас сравнимы или даже лучше по качеству, чем конволюционные нейросети в задаче классификации изображений. Также трансформеры используют другие задачи, таких как object detection, segmentation, generative modeling, то есть, опять же, генерация изображений, когда мы, опять же, авторепрессивной генерации, когда мы берем изображение сначала выравниваем в строку, а затем просто генерируем каждый пиксель как бы по очереди. Вот. Также трансформеры используются для point cloud processing, video prediction, video classification и так далее. Ну и третье, трансформеры используются в машинном обучении для приложения биологии, например, protein folding problem. Это задача, когда есть протеин, белок, заданный в виде последовательности, аминокислот, и нужно предсказать, как этот белок будет, в общем, нужно просто предсказать матрицу расстояния между элементами белка, то есть, как он будет в пространстве выглядеть. Вот. Также существует задача protein modeling, когда просто вот белок представлен в виде последовательности аминокислот, и таких белков очень много, и просто нужно учиться моделировать, делать как бы language modeling таких белков. еще есть protein structure in function prediction, когда на вход выдается белок в виде последовательности, и нам нужно предсказать его структуру либо функции. Вот, ну и везде в таких задачах используются трансформеры. Да, сейчас давайте еще раз посмотрим на определение self-attention, и легко видеть, что на самом деле, чтобы нам посчитать self-attention, нам нужно, допустим, мы стоим в данном элементе последовательности, и нам нужно либо посмотреть на весь, обойти весь префикс последовательности, то есть O от L элементов, либо вообще всю последовательность, то есть просто L элементов. И так как у нас, опять же, таких операций нам нужно провести L для каждого элемента последовательности, последовательности получается, что чтобы посчитать self-attention, нам нужно потратить от D квадрат времени, и это сложно, когда L длина последовательности очень большая, но при этом такие ситуации могут возникать на практике, например, в анализе естественных языков мы можем хотеть анализировать длинные тексты, например, есть PG-19, это датасет классических классических, произведений классической литературы, в котором средняя длина последовательности это 69 тысяч, и понятно, что 69 тысяч в квадрате это немного многовато, и это будет очень долго ждать, когда self-attention посчитается. Вот. второй пример это в компьютерном зрении допустим, мы хотим делать прогрессивное моделирование изображений, и даже изображение разрешением 64 на 64 имеет 4096 пикселей, и опять же это в квадрате получается уже довольно слишком много операций. можно представить, что изображение будет на самом деле в большом разрешении, а также то, что мы захотим анализировать видео, получается это еще будет умноженное количество кадров в видео. Вот. И последнее биологии мы можем захотеть анализировать не один протеин, а комплекс протеинов, или даже геном. И допустим, в задачах генерации синтетических организмов. И, ну вот, например, геном человека, его длина составляет 3 на 10 девятый, понятно, что в квадрате это будет очень много операций. Вот. И поэтому в литературе было предложено зоопарк трансформеров, которые работают на длинных последовательностях. И мы сейчас рассмотрим некоторые из них. первый эффективный трансформер это Sparse трансформер. Его удобнее объяснять на примере генерации изображений. То есть вот картинка А это сверху, как мы генерируем изображение, просто идем по пикселям и генерируем каждый. При этом, что предыдущие пиксели уже сгенерированы. Понятно, что для каждого пикселя нам нужно посмотреть на все предыдущие пиксели и в результате получается вот такая снизу нарисована матрица внимания и понятно, что это тоже квадрат от L, то есть O от L квадрат вычислений. И что предлагается в Sparse трансформере, это давайте вместо того, чтобы смотреть на все пиксели, будем смотреть только на предыдущую, вот как здесь показано и здесь будем смотреть только на предыдущую строку, либо только на столбец над этим пикселем, либо на самый крайний правый столбец до этого пикселя. И таким образом понятно, что вместо, то есть в каждой строке у нас вместо O от L ненулевых элементов матрицы внимания будет O от корень из L и того получается O от L корень из L вычислений, чтобы посчитать self-attention, что уже гораздо быстрее. Вот, и авторы показывают, что Sparse трансформер работает хорошо на различных задачах генерации, например, генерации изображений на датасетах C410 и ImageNet, также генерации текста на NVCate и даже генерации музыки, генерации классической музыки. Далее у нас идет трансформер Excel, который борется с так называемой сдачей проблемой фрагментации контекста. Эта проблема возникает, ну то есть самый простой вариант, как можно скармливать длинную последовательность в трансформер, это просто ее порезать на куски и скармливать каждый отдельный кусок. Например, здесь вот на иллюстрации вот у нас последовательность состоит из 8 элементов, допустим, 8 это много, тогда мы делим последовательность на 2 части, по 4 элемента и скармливаем их отдельно трансформеру, тогда получается вот эта проблема в фрагментации контекста, потому что, например, когда мы анализируем скармливаемый трансформер второй кусок, у нас есть первый элемент второго отрезка, который не получает на вход, то есть который мы считаем unidirectional self-attention и получается он не смотрит ни на какие предыдущие элементы из-за того, что мы разрезали последовательность. и это проблема, потому что во время вручения получается, что мы теряем полезную информацию. Далее во время inference тоже есть проблема возникающая из-за того, что как мы вообще генерируем такую последовательность, это у нас будет отрезок из 4 элементов, то есть сначала мы генерируем первые 4 элемента, затем берем последние 3 из этих 4 и при условии этих 3 генерируем следующий 5 элемент и так далее. И таким образом, чтобы ценировать каждый элемент, нам нужно прогнать трансформер по всему этому отрезку для меня 4, что может быть как бы долго. Поэтому в трансформер Excel предлагается следующая идея, давайте вместо такого подхода будем делать следующее, будем опять же вот мы взяли последовательность, мы ее разделили на отрезки, теперь мы опять же будем итерироваться по каждому отрезку, но когда мы будем прогонять трансформер, мы его будем прогонять не только по этому отрезку, а по нему плюс предыдущий отрезок. И таким образом, но при этом loss мы будем считать, а также gradient мы будем только считать по второму отрезку. Таким образом, у нас даже в первом элементе второго отрезка будет некоторая информация, то есть attention этого элемента будет смотреть на предыдущие элементы и получается как бы решили проблему фрагментации контекста. Далее во время генерации опять же это получается генерировать быстрее, потому что мы вместо того, чтобы генерировать каждый элемент по отдельности, мы будем генерировать их отрезками. То есть мы берем во время генерации мы сначала генерируем первые четыре токена, затем мы берем вторые четыре и их генерируем также как в процессе обучения. Мы берем последовательно из этих токенов и генерируем вторые четыре. Затем мы отметаем первые четыре, берем последние четыре и на основе их мы опять генерируем еще следующие четыре и так далее. Опять же авторы проверяют то, что их метод работает хорошо на генерации текста в датасетах wikitext, nvk, text8 и one billion word benchmark. Следующая у нас по очереди это reformer. Давайте перепишем определение indirectional self-attention следующим образом. Сначала введем матрицу A, которая вводится как, ну вот мы берем Q на K transposed произведение, делить на корень из D и затем экспонент. И такая вот матрица A размера L на L это как бы такая нет нормализованная матрица внимания. Тогда определение indirectional self-attention можно переписать следующим образом. Это мы берем во-первых трилл от A, то есть зануляем все элементы выше диагонали. И затем мы нормализуем все элементы A по строкам. Это можно представить как просто умножение трилл от A слева на инвертированную диагональную матрицу трилл от A, где по диагонали стоят элементы трилл от A умножить на вектор из единиц. То есть это легко понять, что это на самом деле просто мы почитали сумму всех элементов в каждой строке. И затем мы сумму инвертировали, сделали один делить на эту сумму и умножили на каждую строку трилл от A. Вот и затем все это получившиеся мы умножаем на матрицу V, матрицу значений. Вот и отсюда из такой записи легко понять, что нам на самом деле нужно применять линейный оператор трилл A быстро и эффективно, чтобы быстро считать self-attention. Мы будем использовать следующий подход. Мы будем аппроксимировать эту матрицу A с помощью спарс-разреженной матрицы. То есть на самом деле мы это делали уже, то есть в спарс-трансформер мы делали то же самое, с отличием то, что здесь эта спарс-матрица будет зависеть от входа, то есть она будет зависеть от QEK-матрицы. То есть она такая динамическая, вместо статической, как в спарс-трансформере. Как это делать? Ну то есть мы будем аппроксимировать трилл A спарс-матрицей, в которой мы будем занулять просто все элементы изначальной матрицы, которые как бы не очень большие. Они меньше, чем другие элементы. Вот. Так как экспоненты это монотонная функция, нам нужно таким образом искать пары ключей и значений, точнее запросов и ключей, скалярные предвидения которых сравнительно большое по отношению ко всем остальным элементам. То есть на самом деле, нам нужно искать ближайших соседей QEK. Вот. Для поиска ближайших соседей мы будем использовать Locality Sensitive Hashing. Это вот следующая техника. Чтобы ее использовать, нужно, во-первых, два ограничения. Нам нужно, чтобы матрица Q совпадала с матрицей K. И это ограничение легко соблюсти в трансформере. До этого нам нужно просто приравнять соответствующие проекции. То есть у нас матрица QEK получается из одного представления просто применением линейной проекции. Мы просто можем приравнять эти линейные проекции. Вот. И второе условие, что каждый вектор запросов у нас должен быть по норме равен длинице. Это тоже легко соблюсти, просто разделив вектор запроса на его длину. Вот. Тогда LSH считается как... То есть на самом деле мы просто берем и каждый... Чтобы почитать это значение локального хэша, мы берем каждый вектор запроса и его умножаем на некоторую случайную матрицу, просто со случайными гауссовскими значениями. И затем берем argmax по получившемуся вектору, и этот argmax когда-то задает хэш. Далее, в результате, чтобы аппоксимировать матрицу A, мы просто, получается, аппоксимируем ее переставленной блок-диагональной матрицей, в которой каждый блок соответствует каждому значению хэша в LSH. Да, то есть мы берем в нашу аппоксимацию только те пары ключей и значений, которые принадлежат одному значению хэша. Поэтому легко понять, что это просто переставленная блок-диагональная матрица. Вот. И на самом деле мы можем повторять такую процедуру аппоксимации A, мы можем ее повторить несколько раз, сделать несколько раундов и потом просто объединить все эти аппоксимации и получить матрицу, в которой мы имеем более точную аппоксимацию ценой того, что мы делаем больше вычислений. Вот. И второе, такое novelty, вторая идея, которая предложена в реформере, это то, что может сэкономить память, которая тратится на вычисление градиентов путем использования инвертируемых слоев. То есть слои в реформере имеют следующий вид, хоржение 11. То есть мы на самом деле разделяем каждый выход слоя и вход. У нас будет разделено на две части, x1 и x2, это вход, и y1 и y2. И происходит вот следующее вычисление, то есть y1, мы сначала считаем как x1 плюс multi-head self-attention от x2, и y2 это x2 плюс fit forward network от y1. И на самом деле легко понять, что такой порядок вычислений, он инвертируемых. То есть имея, зная y1 и y2, мы можем получить значения x1 и x2. Следующим образом, как написано в положении 12. И таким образом мы экономим память, потому что во время, потому что когда мы считаем градиент, нам не нужно сохранять промежуточные значения в трансформере, потому что, ну то есть сначала мы делаем forward pass, мы ничего не вспоминаем, а во время backward pass мы просто, чтобы делать backward pass, нам нужно знать эти промежуточные значения, и их мы можем просто посчитать путем вот этой формулы инвертирования. Вот, и таким образом получается экономия по памяти. Вот. Авторы из Teleformer, они проверяют, проверяют то, что, как бы, вообще-то идея использования спарс-аппроксимации attention-матрицы, она хорошая, они проверяют на такой эстетической задаче копирование строк, строки. То есть это задача, в которой на вход трансформеру поступает строка вида 0, омега, 0, омега, где омега, это случайная строка, случайная строка с значениями dotn, вот, и они, как бы, loss считается только на второй половине строки у задач, как бы, у нашего трансформера, который делает прогрессив модулинг. И таким образом получается, что задача трансформера, это, видя первую половину строки, скопировать ее во второй половине строки. Вот. И авторы проверяют то, что если трансформер на такой задаче обучить с помощью full attention, то есть полного квадратного вычисления attention, то затем во время evaluation, во время inference можно получать, как бы, хорошее качество аппроксимации путем... То есть чем больше LSH раундов мы используем, тем лучше получается качество. Входя до, вот здесь показано, 94%. Также они смотрят то, что если во время обучения использовать LSH с заданным некоторым количеством раундов, то во время inference, опять же, можно хорошо аппроксимировать, то есть можно аппроксимировать... В общем, можно использовать разное количество раундов, и чем больше мы используем, тем лучше получается результат на inference. Вот. Далее вот эта картинка, это авторы смотрят то, что на задача генерации текста, на датасете NVCate и генерации запряжений на ImageNet, их введенные ограничения, первое ограничение, то, что у нас Q и K должны совпадать, а второе это то, что вот новый дизайн слоя, который инвертируем, то, что введение этих ограничений не портит качество работы трансформера. А здесь авторы смотрят то, что, ну, вообще, если применять реформер и сравнивать его с трансформером обычным, с квадратным soft-attention, то, в общем, чем больше LSH раундов используется в реформере, тем лучше получается результат генерации изображений на ImageNet и текста на NVCate. Также они показывают то, что реформер работает гораздо быстрее, чем обычный конвертичный трансформер. Вот, вот сейчас мы пришли к перформеру и фейвор и фейвор-класс, это как раз то, чем мы занимаемся и занимались. Вот, давайте снова запишем определение self-attention, теперь уже by-directional self-attention через эту матрицу A, матрицы ненормализованного self-attention. Вот, и это имеет следующий вид, по-разному, 14. И, опять же, действительно, то, что, чтобы считать этот двусторонний self-attention, нам нужно применять линейный оператор A быстро. И, в общем, здесь можно понять, что главная проблема – это softmax, потому что если бы не было softmax, то у нас бы все было бы линейно, то есть матрица A – это было бы просто Q на K-transposed, как бы low-rank некоторая матрица, матрица низкого ранга. Вот, и тогда можно было бы использовать ассоциативность матричного умножения и записать все следующим образом выражение 15. То есть мы меняем порядок перемножения матриц и получаем вместо сложности O, D, L квадрат, сложность O, D квадрат, L. Потому что здесь вот в левой части матрица Q на K-transposed имеет размер L на L и, получается, она имеет квадратное количество значений, а во втором варианте справа такой матрицы уже нет и все на самом деле получается гораздо быстрее. То есть O, D, D квадрат на L в случае, если L сильно больше, чем D. Вот, но, к сожалению, у нас есть этот softmax и экспоненты, которые нелинейные операции. И что можно с этим сделать? Давайте возьмем произвольную пару запросов и ключа и их скалярные произведения распишем следующим образом через квадрат нормы запроса, ключа и их разницы, их запрос минус ключ. Вот, легко понять, что вот имеет место такое разложение. Тогда из этого разложения легко понять, что на самом деле матрицу A можно разложить следующим образом DQ на B на DK, где DQ и DK – это некоторые диагональные матрицы, в которых просто стоят вот эти вот, используются вот эти квадрат нормы Q и K из этого разложения, из выражения 16. А матрица B – это матрица гауссовского ядра для гауссовских ядер, для каждой пары ключа, запроса ключа. Так как мы разложили A следующим образом, и в этом разложении умножать на диагональную матрицу легко, это занимает время L, здесь нам остается понять, как аппроксимировать линейный оператор B эффективно, потому что матрица B, в ней нет нулевых элементов, она полностью не нулевая, и нужно как-то умножать на нее. И для того, чтобы аппроксимировать удобным образом B, мы, во-первых, вспомним то, что гауссовское ядро – это положительно определенное, оно является положительно определенным, и мы будем использовать теорему Бокнера, которое говорит, что вот любое ядро, которое имеет вид k от x, y равно k от x минус y, оно положительно определено только если и только если вот эта функция k – это разложение фурье некоторой неотрицательной меры. вот, и понятно, что если k от x минус y правильно, правильным образом нормировано, то эта мера является вероятностным распределением. И также мы будем использовать следующий факт, что если это ядро k является гауссовским ядром, то таким, такой мерой, таким распределением является многомерное гауссовское распределение. Вот. Здесь мы просто записали то, что мы только что сейчас поняли. То есть мы взяли это гауссовское ядро, и мы представили его как разложение фурье просто гауссовского распределения. Вот. Здесь в разложении фурье у нас присутствует комплексный экспонент, который можно заменить просто на ее действительную часть, так как левая часть здесь действительно, и здесь множитель тоже, вот этот e в степени минус омега квадрат, где омега – это вектор, по которому мы интегрируем. Это тоже действительная величина. Поэтому мы можем просто ставить действительную часть, которая – это просто косинус. И так как у нас здесь не оттормированное гауссовское распределение, просто вынесем константу и представим этот интеграл как матожигание по гауссовскому вектору омега. Вот следующие величины – косинус от омега транспост на разность QA. Далее мы также распишем этот косинус разности следующим образом, как матожидание по случайной величине, которая просто равномерно случайная величина от нуля до 2P, то есть просто некоторый угол. И легко доказать, что такое разложение имеет место. Дальше, что мы будем делать, это мы будем парсимировать эти два матожидания с помощью Монте-Карло. То есть мы будем сэмплировать пары омега и тета некоторое количество раз и приближать с помощью этих сэмплов матожидание как просто среднее. И это записано здесь. И это так называемый random feature approach, то есть метод рандомных случайных фичей. Допустим, мы будем использовать M большое сэмплов в нашем Монте-Карло аппроксимации. Тогда эта аппроксимация состоит на самом деле в следующей процедуре. Сначала мы заводим такие матрицы Q с домиком и K с домиком, которые имеют следующий вид. Записано в выражении 25, просто косинус этих значений. То есть матрица Q с домиком зависит только от матрицы Q, и K с домиком зависит только от матрицы K. Ну и да, в этих матрицах у нас еще используются наши сэмплы омега и тета. И из того, что мы обсудили, легко понять, что отнормированное, отскалированное, от ожидания Q с домиком на K с домиком транспланированное, равно B. Далее мы вводим матрицы Q и K штрих, как просто... То есть просто умножаем Q с домиком на K с домиком на вот эти диагональные матрицы, которые у нас были до этого. Вот. И в конце концов мы получаем, что мат ожидания Q' на K штрих транспост множить на некоторую константу равно матрице A. И поэтому мы как бы просто... Так как Q' и K штрих это некоторые величины, которые мы насамплировали, мы просто уберем это мат ожидания, будем максимировать вот этим произведением матриц. И здесь что нужно понять, что вот эти Q' и K штрих матрицы, они имеют размер L на M, и если M, это количество вот такая сэмплов, оно небольшое в сравнении с количеством, с размером последовательности, то как бы наша аппроксимация является low-rank, низкоранговой аппроксимацией матрицы A. И низкоранговый винин оператор его легко применять. Опять же с помощью ассоциативности матричного умножения. Вот. Ну и вот это мы здесь записали, выражение 26 и 27. То есть мы аппроксимируем двухсторонний self-attention, как просто мы заменяем матрицу A на произведение Q' и K' и используем ассоциативность матричного умножения, и получаем сложность от M, D, L по времени и памяти. И, ну опять же, если M сильно меньше, чем L, то это сильно лучше, чем D на L квадрат. Далее, как бы, можно спросить, насколько хороша вообще такая аппроксимация. И здесь можно доказать теоретически то, что, во-первых, наша аппроксимация, она не смещенная, то есть мат ожидания аппроксимации равно реальному значению. А также она, ну в общем, аппроксимация матрицы A, она ограниченная из-за того, что мы там используем косинусы, которые ограничены функцией от 1 до минус 1. Можно получить некоторую хорошую концентрацию около правильного ответа нашей аппроксимации. Вот, также можно получить то, что, чтобы получить аппроксимацию заданного качества, нам нужно всего от DL на логарифм D сэмплов, Монте-Карло сэмплов. Вот. Понятно, что у нашей аппроксимации есть некоторая дисперсия, и, ну, разумный вопрос, это как можно еще уменьшить дисперсию. И можно ли вообще-то сделать? И ответ, да, можно. Для этого нам, вместо того, чтобы сэмплировать наши Монте-Карло сэмплы омега просто из независимого гауссовского разделения, нам нужно их сэмплировать так, чтобы они были ортогональны. То есть между каждой парой омега угол должен быть 90 градусов. Вот. И тогда можно доказать то, что полученная аппроксимация, она имеет меньше дисперсию. И это как раз называется, мы это называем favor, fast attention via orthogonal random features. Вот. Идем дальше. Если мы посмотрим, снова опять все это запишем, всю favor-аппроксимацию, как она записана здесь, мы можем заметить некоторую проблему. Проблема состоит в том, что косинус, функция косинуса, она может принимать негативные значения, отрицательные. Вот. И из-за этого, ну, например, вот здесь в матрице, во-первых, здесь в матрице Q и K с домиком могут быть отрицательные значения. Из-за этого могут быть отрицательные значения в Q штрих и кешских. И далее, вот в этом месте, множители, где мы нормализуем каждую строку по, чтобы она суммировалась в единицу, константа нормализации, она на самом деле тоже может быть, может принимать отрицательные значения. Либо так мы в ней суммируем какие-то положительные отрицательные числа, она может быть очень мала. И если мы на нее делим, понятно, возникают там численные нестабильности и различные проблемы на практике. И это действительно то, что мы как бы видим на практике. Вот. Поэтому вместо вот такой аппроксимации нам хотелось бы получить другую аппроксимацию. То есть нам хотелось бы получить некоторое разложение вот этого экспонента скалярного произведения, получить разложение следующего вида, выражение 32. То есть нам хотелось бы разложить на мат ожидания по какому-то объекту омега F. В общем, на мат ожидания произведения двух множителей, где каждый множитель зависит либо от Q, либо от K. И причем эти множители должны быть положительны всегда. Можно ли такое разложение получить? Оказывается, что можно. Для этого вспомним определение Moment Generating Function для многомерного гауссовского распределения. Оно имеет следующий вид, выражение 33. То есть просто на самом деле выполняется следующее дождество. Для любого вектора T у нас мат ожидания по многомерному гауссовскому вектору омега величины экспонента от омега транспонированного на T, просто скалярное произведение омега и T, равно экспоненте нормы T в квадрате делить на 2. И это выполняется для всех T. Поэтому давайте приравняем T к следующей величине. То есть сумма Q и K делить на T в 1 и 4. Тогда, если мы перепишем выражение 33, в таком виде мы видим то, что слева у нас как раз будет мат ожидания по омега от двух множителей, где каждый множитель зависит только от Q, либо только от K. А справа у нас будет как раз экспонента скалярного произведения Q и K умножить на 2, то есть там 2 множителя, которые каждый зависит либо от Q, либо от K. И отсюда понятно то, что исковая функция F имеет следующий вид. Просто экспонента, некоторые экспоненты. Экспоненты — это всегда положительное число. И такую аппроксимацию self-attention мы называем fast-tention via positive orthogonal random features или favor plus. Все, что мы рассматривали до этого в контексте favor plus и favor, это было для случая by-directional self-attention. И вопрос, можно ли это вообще также для unidirectional self-attention. То есть, когда у нас вместо того, чтобы проксимировать линейный оператор A, нам нужно проксимировать линейный оператор thrill от A. То есть, когда мы зануляем все элементы выше диагонали. И если мы возьмем нашу low-rank-аппроксимацию Q' на K'-transpose и возьмем от нее thrill, то полученная матрица уже не будет низкоранговой. И не совсем понятно, можно ли в этом случае считать self-attention быстро. Ну и давайте еще раз запишем нашу полученную аппроксимацию. Она имеет следующий вид. Здесь уже мы не можем применить ассоциативность. Так, у нас есть эта операция thrill. Вот. И можем ли мы все равно сделать это эффективно? Ответ – да, можем. Для этого, чтобы понять, как посчитать такую операционацию эффективно, мы просто можем записать в уровне 39. это мы берем каждый, то есть, допустим, умножаем thrill от этой низкоранговой матрицы, мы умножаем это на V, матрицу V, и рассмотрим результаты в какой-то строке L, и можно понять то, что этот результат, на самом деле, сумма по всем предыдущим строкам, сумма векторов V умножить на скалярные произведения запроса и ключа. И далее мы опять, на самом деле, внутри этой суммы мы можем применить ассоциативность умножения, то есть мы скобочки можем переставить местами, и затем мы можем использовать дистрибутивность и вынести множитель Q за сумму. Вот, и получается, здесь возникает вот эта сумма, как бы, в общем, это выражение, оно предлагает алгоритм эффективного вычисления такой аппроксимации. Алгоритм имеет следующий вид. Сначала, ну, то есть, что мы на самом деле будем делать, это мы будем поддерживать некоторую матрицу, которая будет себе накапливать эту сумму, которая здесь указана, на выражении 39 справа, то есть мы итерируемся по L, по нашей последовательности, обновляем сумму, то есть берем этот R и прибавляем к этой матрице L, R, outer product вектора V и K, и затем мы обновленную агрегацию умножаем на вектор Q, чтобы получить результат в данном элементе последовательности. Такой алгоритм имеет сложность во времени от L, D, M, то есть так же, как и для bi-directional tension, и занимает память от L, D, L, M, плюс L, M, плюс D, M. Далее, ну, с таким алгоритмом есть на самом деле некоторая проблема, это то, что его, как бы, он не параллельный, то есть нам нужно итерироваться по всей последовательности, последовательно, и это может занимать много времени на практике, потому что, ну, просто, когда последовательность длинная, такая итерация может занимать много времени. Можем ли мы как-то этот алгоритм распараллелить? И ответ – да, можем. Для этого мы просто можем заметить то, что вот эти вот векторы R, вот эти агрегации, это на самом деле префиксумы, то есть у нас есть некоторая последовательность вот этих outer product, и R – это просто префиксума этой последовательности. Операция префиксумы, ее можно вычислять эффективно и параллельно, как вот здесь показано на иллюстрации, то есть сверху, допустим, у нас вход и снизу выход, и нам нужно считать префиксуму. Давайте вот делать операции плюс, как вот здесь показано, по такому паттерну, и на самом деле легко понять, что глубина такого вычисления, то есть количество, вот если мы посчитаем количество шагов, то оно логарифмическое от L, от длины последовательности. Вот, то есть таким образом мы получили параллельный алгоритм от логарифма от L, вычисление префиксумы. И да, то есть таким образом мы можем вычислять, аппорсимировать self-attention параллельно, за от логарифм L времени, и это будет занимать память от L, D, M. На самом деле, от L, D, M, это больше, чем было для последовательного алгоритма, а у нас было от L, D, плюс D, M, плюс L, M. и это просто очень частая ситуация, то, что чтобы что-то ускорить, нам нужно пожертвовать памятью. Вот. Далее. Далее мы можем на самом деле вот эти механизмы favor и favor plus обобщить. Мы можем заметить, что в этих механизмах что мы делали, это мы брали матрицу Q, ее переводили в матрицу Q' просто путем преобразования каждой строки матрицы. И то же самое с K и K' и давайте вместо заданного этого преобразования мы можем вообще рассматривать любое преобразование, просто какую-то функцию G, которая приводит вектор в вектор из положительных значений. Положительные значения нужны, опять же, чтобы у нас, когда мы там нормализуем строки, чтобы не получалось отрицательное число и все было стабильно на практике. Вот. То есть, да, будем применять такое вот отображение G например, это отображение G может быть просто полиментное применение функции активации Rally. Вот. И так такой видотеншн мы будем называть Generalized Intention и архитектуру, которая использует такое теншн, мы будем называть перформером. Вот. Далее эксперименты, которые мы делали. здесь мы просто измеряем время, то есть мы меняем длину последовательности и измеряем время Forward и Backward Pass. И мы видим то, что действительно время для перформера оно значительно меньше становится, чем для квадратичного трансформера. И улучшение, оно как бы становится больше с увеличением длины последовательности. вот. Далее мы сравнивали все вот эти возможные аппроксимации, которые мы предлагали. Вот первая картинка слева, это мы сравниваем, мы берем Favor и сравниваем генерацию, точнее так, мы берем Random Feature Approximation и сравниваем генерацию фичей независимо и ортогональную генерацию ключей. И на самом деле здесь мы получаем, что когда мы используем ортогональные фичи, то дисперсия и качество аппроксимации получается гораздо лучше. Вот. А справа мы сравниваем Favor и Favor Plus. И опять же Favor Plus получается работать сильно лучше, качество аппроксимации сильно лучше. Вот. Далее здесь мы просто применяем перформер на бенчмарке LM1B и PG-19. То есть это текстовые засеты с большой длиной последовательности. Ну и перформеры работают хорошо в сравнении с обычным квадратичным трансформером. Также здесь мы сравнивались с лимформером. Следующее это эксперименты на тремпл и децепт протеинов. Здесь мы сравнивались с реформером и с трансформером. И опять же реформеры получается работают имеют очень хорошее качество в сравнении с этими вариантами. Здесь результаты для генерации изображений на ImageNet и опять же генерация протеинов ну и опять мы сравниваемся с реформерами и трансформерами и получается сравнимое качество или перформеры лучше работают. Вот есть такая статья Long Range Arena это статья в которой сравнивают все эти варианты эффективных трансформеров предложенных в литературе и предлагается такой универсальный набор задач в которых сравниваются и в конце концов вычисляется L-Ray Score то есть какой-то средний скор по всем задачам и получается вот такая диаграмма здесь по коридзонтали это скорость работы трансформера по вертикали этот скор и по ним перформеры получается получается что работает быстрее всех по скор а не где-то посередине вот далее последняя часть нашей презентации это Slim Performer здесь я наверное буду сильно вдаваться в детали просто интуитивно уровне объясню в общем идея здесь в том что этот перформер который мы только что обсуждали у него время и память они растут как от L то есть линейный рост и на самом деле можно еще дальше улучшить сложность эту вычислить сложность можно перформеры вычислять за линейное время но используя константную память от но идея здесь в том что можно переписать каждый слой перформера таким образом что вообще вся как бы весь пропагейшн все весь сигнал который идет вдоль последовательности можно понять что он на самом деле идет с помощью он идет внутри операции префиксума вот ну получается что операция префиксума она хорошая в том смысле что во-первых она дает некоторый bottleneck то есть каждый элемент префиксума можно рассматривать как bottleneck например как в рекуррентных нейросетях есть промежуточное значение а во-вторых она еще и инвертируема в некотором смысле то есть можно использовать следующий алгоритм похоже похоже на трансформер excel только трансформер excel используется аппоксимация а здесь нет никакой аппоксимации то есть мы получаем что мы можем точно вычислять градиент по всей последовательности без в общем вычислять градиент следующим образом мы берем последовательность ее опять же делим на подотрезки и будем считать что отрезки константной длины вот затем мы гитерируемся по каждому отрезку и вычисляем сначала делаем forward pass то есть мы делаем проход по трансформеру по этому отрезку и сохраняем значение префиксумы которое получается после этого отрезка затем на втором отрезке мы можем переиспользовать вот это промежуточное значение префиксумы чтобы его обновить и получить следующее значение то есть такой некоторый алгоритм динамического программирования вот и в конце концов когда мы так сделали в конце мы получили полную префиксуму после последнего отрезка в последовательности затем во время backpropagation мы можем что мы делаем это теперь мы идем снова по этим отрезкам только в обратном направлении в последовательности и во время каждого когда мы обрабатываем каждый отрезок мы берем значение префиксумы после него и мы можем его снова обновить то есть как бы имея значение префиксумы до него получить после него получить значение до него а также мы можем посчитать градиент по параметрам и градиент по префиксуме и также его обновить, потому что во время обратного бэкфоплотечения мы также поддерживаем значение градиента по профильной сумме, мы его обновляем. И таким образом мы идти вперед, потом назад, но мы никогда не проходим, не храним в памяти какие-то представления для всей последовательности, мы только храним их для каждого отрезка в отдельности, который имеет константную длину. Таким образом мы получаем от одного по памяти, но при этом время алгоритма также линейно, как там было. И в этом идея. Ну и это интересно с той точки зрения, что если мы, например, для того же перформера мы поняли, что у нас время и память от L. также для рекуррентных нейросетей, тоже легко понять, что чтобы просто посчитать градиент, нам нужно от L по времени и по памяти. Для квадратичного трансформера у нас получается от L по квадрат, а для этого алгоритма получается от L по времени и от L по памяти. То есть такое некоторое улучшение. Ну и на практике мы проверяем то, что действительно у нас на практике можно получить улучшение по памяти. То, что у нас полученные градиенты, которые мы считаем с помощью такого оптимального, быстрого, точнее эффективного по памяти алгоритма, они получаются, ну то есть нет никаких численных эффектов и они получаются такими же, как если мы считаем градиент по полной последовательности. Вот. И также мы смотрим то, что в некоторых задачах простых на language modeling у нас, то есть мы можем как бы использовать этот алгоритм эффективной памяти для обучения. И получаются как бы такие же кривые исходимости. То есть алгоритм получается, выдаёт такой же результат. Вот. На этом всё у меня. Также в конце можно упомянуть другие методы для улучшения эффективности. Эти методы, они такие более общие, их можно понять не только трансформером, первый метод это weight sharing, это когда вместо того, чтобы иметь разные наборы параметров в каждом слое, трансформером или там любой другой нейросети, мы можем просто переиспользовать одни и те же параметры, таким образом у нас получается слогировать меньше параметров. Во-вторых, это на самом деле всё быстрее работает на практике, потому что там из-за устройства кэшей в процессорах. Вот. Второе, это квантизация. Это когда вот у нас есть параметры, которые хранятся во флот, то есть на каждый параметр тратится 4 байта. Давайте вместо этого перейдём его там в half precision, будем тратить 2 байта, либо вообще 1 байт, либо там не знаю, 1 бит вообще. Понятно, что если мы так сконвертируем, то качество работы сети упадёт, и поэтому там нужно ещё применять некоторые трюки, чтобы получить такое же качество, как это допучать и так далее. Четвёртое, это neural architecture search. Это когда, как бы, это такой автоматизированный поиск архитектуры, который работает лучше всего и который также наиболее быстро занимает меньше всего вычислений. Ну и последнее, это fine tuning. Ну и здесь, например, тот же BERT, когда мы сначала предобучаем нейросеть, то есть мы ищем хорошую инициализацию, которая работает, которая позволяет быстро сходиться во время обучения на других задачах. Вот. Ну и тоже это можно рассматривать как улучшение по производительности. Вот. На этом у меня всё. Валерий, спасибо большое. У нас есть некоторые вопросы. До того, как мы перейдём к вопросам, я попробую коротенько в трёх предложениях изложить суть вашей работы, а вы скажете, правильно или нет. Никто не знает, почему авторы платформы, авторы трансформеров вставили туда экспоненту, но вроде работает. Давайте попробуем эту экспоненту заменить на что-нибудь, что вычисляется попроще, и оно будет всё равно работать. Может быть, работать похуже, но зато быстрее. Правильно я понимаю? Ну, если мы экспонент заменяем на любую нелинейную функцию, то непонятно, как это аппроксимировать. То есть, как это считать быстрее, да, кажется? Вы заменили на нелинейную функцию, которая RELU, и её понятно, как считать быстрее. Но теоретически могли бы заменить на другую любую функцию. Ну, скорее, если просто взять и заменить экспонент на RELU, то всё равно будет квадратичная скорость, потому что нам всё равно придётся её вычислять. Ну, в общем, скорее мы вместо экспонента и вообще какой-то другой функции мы просто берём линейную функцию. То есть, просто на самом деле не применяем никакую функцию. И тогда у нас нет вот этого Q на K-transposed, а затем нелинейности. То есть, у нас просто есть Q на K-transposed. И так у нас нет никакой экспонента, вообще никакой нелинейности, то мы можем применить... Когда мы потом это счётом умножаем на V, то есть у нас произведение трёх матриц, мы можем использовать ассоциативность матричного умножения, и в результате нам не нужно как бы считать какую-то матрицу размера L на L, потом на неё умножать. Окей, спасибо. Давайте тогда пойдём к вопросам. Вот у нас в Q&A есть ряд вопросов. Никита Барсуков спрашивает, когда мы работаем с длинными последовательностями, мы хотим учитывать большой контекст. Трансформер Excel, получается, обрезает этот контекст, и мы его не используем. Это не идёт в противоречие с задачей? Да, хороший вопрос. Ну да, то есть на самом деле трансформер Excel, можно сказать, что действительно, хоть мы рассматриваем данные отрезка предыдущей, а ещё дальше в прошлое мы не смотрим. И поэтому можно сказать то, что мы на самом деле всё равно в некотором смысле обрезаем. Что здесь можно сказать? Ну, на самом деле я согласен. Единственное, что лучше в трансформере Excel по сравнению с таким стандартным подходом, который был до этого, это то, что действительно решается проблема фрагментации контекста, потому что, ну, как я уже говорил, вот здесь этот первый элемент в отрезке, и здесь он получает сообщение, на что не смотрит, и это проблема, потому что мы теряем полезную информацию, потому что существуют элементы до него в последовательности. Ну, как бы, а в трансформере Excel эта задача хотя бы решается, потому что здесь мы смотрим на предыдущие отрезки, так как мы, то есть мы берём два отрезка и их конкретинируем, вычисляем трансформер, но loss и backpropagation мы только считаем по второй части отрезка. И поэтому на второй части отрезка у нас для каждого элемента, у нас существует там достаточное количество элементов до него. И поэтому вот именно задача фрагментации контекста, точнее, проблема фрагментации контекста, она решается. А вот действительно то, что существует ли у нас пропагейшн сигнала как бы по всей последовательности, но здесь я согласен, что его нет. Спасибо. Юлия Гусак спрашивает. Упомянули, что матрица QEK транспонированная является малоранговой. Это всегда независимо от задачи получается? Да, это не всегда так, потому что QEK, если мы просто говорим не про фейвор, а просто QEK, то у них размер L на D. L – это длина последовательности, D – это… Вообще, обычно на практике D – это просто 64. То есть, если предположить, что длина последовательности меньше 64, то, конечно, да, у нас не получается малоранговой матрицы. Но на практике, конечно, обычно длиннее, чем 64. обычно, я не знаю, где я видел, обычно длина – это, ну, вот, начинает 512. Вот. Если мы говорим про фейвор-пласс, просто про фейвор, аппроксимацию фейвор-пласс, то у нас уже нужно говорить не про QEK, а про вот эти вот QEK и KEK, у которых размер L на M уже, где M – это количество Мотокарло-сэмплов. И здесь уже, ну, на практике мы там обычно использовали количество сэмплов – это 384. По-моему, у нас стандартное количество было. Вот. Ну и… То есть, когда длина последовательности больше, чем 384, в теории должно получаться улучшение по времени. Вот. Если меньше, то нет смысла использовать. Спасибо. Прохор Гладких спрашивает. В статьях про эффективные трансформеры часто бенчмарки ставятся на не совсем, скажем так, традиционных датасетах. Есть ли эффективные трансформеры, которые показывают хорошие результаты на NLP-задачках? Ну, то есть мы… Е-авторы, они используют language modeling, который, наверное, можно назвать NLP. Вот. Ну, то есть я согласен на то, что, как бы, так сказать, применение всех этих эффективных трансформеров… То есть нам всегда нужно рассматривать какие-то длинные последовательности. Обычно, там, не знаю, вообще до обсуждения всех этих эффективных трансформеров обычно последовательности были не очень длинные. Там, не знаю, 512, там, 1024, или, ну, вроде того. Но, как бы, понятно, что, наверное, существуют задачи, в которых последовательности будут гораздо длиннее. И в них обычный квадратичный трансформер уже будет просто невозможно использовать, потому что это будет очень долго, там, ну, по памяти, у нас не хватит памяти, будут, как бы, memory error какие-то. Вот. И там уже, то есть нужно будет уже использовать все эти техники. Ну, я согласен, что, как бы, на самом деле, еще все впереди, и будут придуманы, то есть появятся такие проблемы, где вот это прямо будет очень нужно использовать. Вот. Вот. Ну, тут вот Артур Паников задает связанный вопрос, в каких приложениях действительно нельзя обойтись без длинного контекста. В NLP можно разбить текст, в CD не обязательно обрабатывать изображения по пикселям. В биологии, видимо, нужно действительно учитывать весь контекст. Есть ли еще что-нибудь? Да, ну, вот как раз в биологии, то, о чем я думаю, то есть там действительно нужно учитывать весь контекст, потому что в этом протеине там или в геноме так получается, что эти аминокислоты, то есть они, в общем, как-то очень локально могут располагаться, и, допустим, две аминокислоты, которые очень далеко друг от друга расположены, они на самом деле как-то друг на друга очень влияют. И, ну, вот я бы сказал, что это одна задача, и она уже сама по себе вообще, все эти приложения в биологии, это уже очень важно. Вот, и мы, кстати, тоже этим занимаемся. Здесь я могу, например, с каким-нибудь еще примеры привести. Например, есть такая задача, когда у нас есть транскрипт, например, какого-то совещания, и мы хотим из него построить протокол совещания. Поскольку совещания бывают очень длинными по несколько часов, а протоколы у них все равно довольно короткие, то, вероятно, в подобных задачах длинный контекст тоже может быть полезен. Вот Прохор Гладхитских в ту же сторону говорит. Нам интересно, в частности, использование эффективных трансформеров для name-tentity recognition задачи из-за длинных контекстов. Пока у нас успешно используется только лонгформер. Какие эффективные трансформеры еще посоветуют использовать для name-tentity recognition? Ну, и так сложно сказать, не поставив эксперимент. Я бы сказал, что просто более-менее, чем больше попробовать, ну, чем просто можно пробовать все, что есть, и что-то будет лучше работать. То есть, чем больше попробовать, тем как бы результат монотонно только может улучшиться. Как бы сложно сказать, какой из них лучше всего работать. Нужно пробовать. Там все зависит от имплементации, от разных, там, не знаю, тонкостей. Могу, конечно, посоветовать перформер. Я им тоже занимался, и то, что мне нравится в перформере по сравнению с другими вариантами, то есть, там, по сравнению с реформерами, там, спар с решениями, это то, что его очень легко реализовать. То есть, это буквально, там, буквально, вот, перемножение матриц некоторое. То есть, в любом, не знаю, в TensorFlow, в PyTorch, везде это присутствует. И, ну, очень легко, просто там будет 10 строк кода. А, кстати, у Hagenface есть уже реализованные перформеры? Да, есть. Ну, видите, как здорово. Спасибо. Юлия Гусак спрашивает. Извините, Юлия, только дошли до вашего вопроса, перескакивая с одного места на другое. Вы не могли бы пояснить, пожалуйста, почему Slim Performer отличается от простого применения техники Checkpointing Transformer, когда часть активации на форварде сохраняется, чтобы уменьшить память для хранения графа, необходимого на бэкварде? Да, отличие в том, что, на самом деле, это, наверное, как... Можно было вообще проще все объяснить идею Slim Performer, если начинать от чиппойнтинга. То есть чиппойнтинг – это когда мы берем... Вот мы идем по последовательности, и мы, получается, опять же, как бы разбиваем последовательность на чанки, некоторые на подотрески, и сохраняем вот это значение префиксума только в конце чанка. И так мы делаем. Получается, в результате, когда мы сделаем forward pass, у нас будет сохранено количество вот этих промежуточных префиксумов столько же, сколько у нас чеканков. Вот, это чекпойнтинг. И затем во время backpropagation мы используем такие вот сохраненные значения, чтобы там как-то восстановить значения там, где мы не сохранили. Отличие в том, то есть Slim Performer лучше тем, что нам не нужно сохранять такие вот промежуточные значения, потому что мы можем их пересчитать. Мы можем как бы использовать... У нас здесь последовательность промежуточных значений, и мы на самом деле их не храним, а храним только одно, которое в конце, и по нему как бы с помощью инвертируемости префиксумы мы можем восстановить значение предыдущей префиксумы и так далее. То есть, ну, вообще сложность теоретическая чекпойнтинга – это корень и зен. Это если мы берем все отрезки размера корень и зен, и получается, что нам нужно хранить корень и зен префиксум. Ну, то есть, получается такая сложность по памяти. А у Slim Performer сложность по памяти от одного, потому что нам не нужно их хранить, мы храним только один. Вот, и в этом отличие. Спасибо. Есть у нас еще вопросы в чате. Сергей Аверкиев спрашивает. 69 тысяч – это длина всего произведения? А для чего считать attention сразу на всем тексте? Ну да, то есть, как мы уже обсуждали, если мы просто будем считать только локальный attention, мы, возможно, упустим какую-то важную информацию, какой-то контекст, который там есть на, не знаю, какую-то важную информацию, которая расположена там дальше нашего локального контекста. Вот, и поэтому хочется все-таки это учитывать. Андрей Ануфриев спрашивает, где можно узнать про локахет для трансформера, например, для задач speech recognition? Что такое локахет? Роман Шуцкий поднимает руку и хочет что-то сказать. Роман, пожалуйста. Да, ну, просто я как раз speech recognition занимался и разбирал эти трансформерные архитектуры. Look ahead, то есть задача распознавания речи. Обычно, что люди хотят, чтобы как только к ним приходил аудиосигнал, они сразу же получали его какую-то расшифровку. Ну, моментально. Но для моделей, получается, сделать это довольно сложно, потому что, ну, не всегда хватает только прошлого контекста для того, чтобы без ошибок предсказать, что это за там буква будет в данный момент времени. И поэтому, что делают? Делают предсказания с небольшой задержкой, где вот этот вот буфер сигнала, который подается в трансформер, он задвинут относительно времени предсказания. Ну, то есть это получается, наверное, в трансформерах это будет просто немного другая маска attention применяться, где подается больше элементов для предсказания текущего элемента. Роман, это вот вы в рамках не CTC loss, а в sequence-to-sequence loss такое? Да, это именно в sequence-to-sequence loss есть. CTC loss, он как раз и отличается тем, что он предсказывает сразу же в данную минуту. Ну, да, да, да. Ну, я могу прокомментировать, то есть, наверное, вопрос про то, можно ли обобщить, как бы, вот мы рассмотрели бай-дирекшнлс и юни-дирекшнлс of attention, а можно ли обобщить еще одну такую маску attention? Конечно. И, ну, понятно, что можно обобщить, ну, там, Sparse Transformer, Reformer и так далее. Кажется, понятно, что можно и Transformer Excel, и на самом деле можно и в Reformer тоже. Для этого что нужно делать, как это объяснить? Ну, проще всего, наверное, на Sparse Transformer объяснить, потому что есть такие ленточные матрицы, да, у которых вне диагональные элементы равны, ну, вне некой ленты вокруг диагонали. Вот, поэтому, если мы для Sparse Transformer возьмем такую ленту, то, по всей видимости, это будет являться как раз такого рода обобщение с ограниченным заглядыванием вперед. Вот. Если. Ну, я бы сказал, что, вообще, это просто можно представить, как обычный интернешнл-трансформер, вообще весь этот lookahead, потому что мы просто, как бы, мы считали префикс последовательности, неважно, как бы, где он останавливается. Вот мы считали вот с этим lookahead, и нам нужно просто что-то вернуть. Вот. И, ну, можно, то есть это как будто просто мы сделали некоторый shift, вот, и можно использовать такой же трансформер обычный. Вот. Ну, кстати, идея интересная, забавная. Можно пробовать. Распознавание речи, по-моему, такого, вот, Роман, помните что-нибудь такое в распознавании речи там? Да, есть, конечно, статьи про применение трансформеров в распознавании речи. Ну, с фиксированным заглядыванием вперед. Да, и там авторы даже изучали, насколько важно это заглядывание там для точности модели. Но пока что я могу сказать, что трансформеры не очень хорошо работают именно в этой задаче. В смысле, они требуют либо довольно большого контекста впереди, и получается сильная задержка. Ну, в общем, их нельзя применить так же просто, как в задачах там NLP, и когда у нас сразу есть доступ ко всем элементам последовательности. Не, ну, по идее, конформеры довольно широко сейчас. Модная тема в распознавании речи. Ну, да, в основном использование трансформеров в распознавании речи, оно происходит так. Там берется какая-то бэкбон-модель, она постепенно, ну, она обрабатывает там эти фичи, стоят несколько слоев self-attention, и в итоге все агрегируется и подается в тот же там CTCLOS на выходе. Или в другую схему sequence-to-sequence. Ну, то есть не используется sequence-to-sequence, а возможность трансформера самого. То есть там он не так поменяется. Очень интересная тема, но мы сильно отходим от магистральной темы сегодняшней дискуссии, да и затягивается она уже довольно сильно. От нас уже почти половина народа сбежала. Алексей Пескунов спрашивает. Извините, может быть, некорректно понимаю, но к моменту продлинной последовательности, например, с совещанием. Можно ли алгоритм использовать несколько раз поэтапно, уменьшая результатность? Например, три часа сначала возьмем до часа, потом до 20 минут и так далее. Ну, можно, можно по-разному пытаться делать, раз уж мы про минутинг заговорили. Можно делать и так, и эдак. Как правильно и хорошо делать, никто толком не знает, поскольку задача достаточно свежевсплывшая в научное сообщество. То есть у нас на Интерспич, на последнем было первое соревнование по минифингам. Но из общих соображений, энд-то-энд модели на таких задачах должны бы работать получше, чем такого рода ужимания. Хотя, конечно, никто не знает, и следует экспериментировать и пробовать. Много нерешенных задач осталось. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, соображения, предложения, замечания. Тогда, раз нет других вопросов, Валерий, спасибо большое за рассказ. И через две недели жду всех на следующем вебинаре с Денисом Катеринчуком из City University of New York. Спасибо за приглашение.